Тема у нас будет очень актуальна. Выборы. Это политические фигуры, которых можно проследить их и жизненный путь, и перспективы, как они добились таких больших успехов во всех отраслях жизни. Андрей, добрый вам день. День добрый, Майкл. Добрый день, уважаемые радиослушатели Сангейс Радио. Всем привет. Нет. Ну, что бы я хотел сказать. Тема у нас сегодня – обзор политических выборов и техник прогноза. На сегодня я подготовил, скажем, такой перспективы с Джорджа Буша-младшего. Этот мой метод был, кстати, опубликован 4 года назад в Соединенных Штатах Америки в одном астрологическом бюллетене. И как раз перед выборами Барака Обамы я прислал месяца за два. Но они испугались. Вы, простите, имеете в виду перед первым сроком его президентства? 12-й год, который был. 12-й год. То есть это второй срок президентства. Ну, а мы начнем наш анализ. Это с Джорджа Буша-младшего. То есть это то, что было, по сути дела, уже старшего, да, вы сказали? Можно старшего, да. Можно старшего. Ну, тогда это еще раньше, потому что младший был, в общем-то, 16 лет тому назад. Он, так сказать... 89-й год. В власти, да. А это, да, а Джорджа Буш старше, да, был, значит, значительно до того, ну, между ними был еще и, в общем-то, Клинтон, да? Да. Имеется в виду Билл Клинтон. Да. Да, да. Теперь вот его супруга, так сказать, метит на это место. Ну, мы об этом поговорим. Вообще-то тема, дорогие друзья, достаточно обширная и достаточно серьезная, чтобы провести такой анализ. Тем более, что я лично знаю Андрей очень и очень детальный и очень и очень фундаментальный человек. Поэтому он подходит к этому вопросу очень серьезно, со всей, так сказать, ответственностью. Поэтому это будет очень детально. Мы просто даже не успеем физически в рамках одной программы это все осветить. Поэтому я думаю, что мы в следующий раз продолжим. Тем более, что всех будет интересовать, естественно, сам по себе прогноз. Но это, так сказать, попозже. Ну, давайте мы начнем тогда с Джорджа Буш-старшей, которому, кстати, по-моему, уже 91 или 92 года. Он ознаменовал свой какой-то юбилей прыжком с парашюта. В общем-то, что было так достаточно необычно, сами понимаете. Дедушка прыгает с парашютом в таком возрасте. Но, тем не менее, тут все, так сказать, это пиар, сами понимаете. Да, ну, поехали. Давайте слово вам. Благодарю, Майкл. Ну, во-первых, Джордж Буш-старший, он родился 12 апреля 1924 года, 10.30 Милтон, Массачусет, США. Самые главные показатели, вот один из показателей, который просто даже без прогноза, скажем, глядя на натальную карту, лица, которые занимали руководящие посты, они имели в натальной карте хорошие аспекты Солнца и Юпитера. Ну, в большинстве случаев, не во всех, но в подавляющем большинстве такое присутствие было. В данном случае у него аспект 120 градусов, то есть в Трине. И такие персонажи, они, как правило, имеют очень большие способности именно к власти, легко им дается. У них удача, успех идет, рост авторитета легко дается, хорошо покровители по жизни идут. И вообще они оптимистично настроены по жизни. Ну, чтобы вы понимали, таких вот периодов, когда благоприятные в году, таких очень сильных, это где-то 5-7 таких периодов. То есть это не так часто, то есть это не каждый день рождаются люди, которые, скажем так, по судьбе могут управлять коллективами, либо там такими крупными образованиями, как государство, в данном случае Соединенные Штаты Америки. Вот. И суть техники заключается в том, что я, в общем-то, рассматриваю не на начало выборов. То есть вообще, ну, предыстория, есть 4 важных дня выборов. То есть это начало избирательной кампании, собственно, день выборов. Третий – это день, когда объявляют результат. Ну, он через несколько дней проходит, там бывает неделя. И четвертый – это день инаугурации. Подавляющее большинство астрологов всегда смотрят на даты первые, то есть когда начались выборы там, либо и строят прогнозы. Я пошел, скажем так, от обратного. То есть я стал смотреть на результат. То есть когда, скажем так, вхождение на трон происходит. То есть в этот момент, то есть инаугурация, когда торжественное явление. То есть в последний день рассматриваю, потому что там должны быть показатели именно вот славы, власть, обретение власти, известности, популярности. Что люди, вот, например, даже вот если мы возьмем сейчас на дату инаугурации Джорджа Буша Старшего, то у него Юпитер, он находился на дату инаугурации 20 января 1989 года в 27 градусе Тельца, а солнышко у него находится в 23-м овне, то есть формировал 30 градусов, ну, полусекции. То есть, ну, в принципе, связь есть от известности, популярности. И что? Андрей, у меня такой вопрос к вам. Вы говорите, вы идете от обратного, то есть вы идете первая дата, это у вас дата инаугурации. Скажите, то есть вы от этой даты рассматриваете, скажем, два претендента, правильно? Или вы рассматриваете, мы же не знаем, кто, допустим, будет сейчас претендентом. То, что было, можно рассмотреть, допустим, и проанализировать. Ну, то есть, теоретически, мы можем взять, скажем, есть два президента сегодня, кандидата имеется в виду, один Дональд Трамп, а второй Хиллари Клинтон. То есть, мы можем, дата инаугурации, понятно, известно, да, значит, мы берем дату инаугурации, проверяем, если, допустим, становится президентом Трампа, если становится президентом Клинтона, мы идем обратно и вычисляем, где какие больше шансов. Вот это вы имеете в виду, как я понимаю, чисто логически. А в Америке, то есть, вот здесь, да, вот, например, Джордж Бурш Старший, у него есть показатели в натальной карте, что он будет, скажем, там, занимать высокий пост. И на дату инаугурации, да, сравнивать конкурентов, и у кого Юпитер на дату инаугурации делает хороший аспект. Суть в этом, то есть, здесь не надо кучу планет смотреть, можно другие планеты вообще отключить, чтобы они не мешали. Суть в moment вот, да, как я. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok